Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все образовательные учреждения Самары по результатам мониторинга готовности приняты к началу нового учебного года. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. В этом году за парты сядут на 4104 человека больше, чем в прошлом. Примерно на тысячу увеличилось и число первоклассников. Как будет организованная работа общеобразовательных учреждений в новом учебном году и остались ли вакантные места для ребят, которые услышит школьный звонок впервые, расскажет Ольга Павлова. Когда звонок уже прозвенит, устранять недочеты, выявленные в ходе осмотра общеобразовательных учреждений, будет некогда. Поэтому все, без исключения, самарские школы сдали паспорта готовности до начала нового учебного года. В столице региона 155 школ, 169 детских садов и 59 учреждений дополнительного образования. 1 сентября к обучению приступят более 127 тысяч человек. Свыше 14 тысяч из них – первоклассники. Все школьники обеспечены учебниками. Их закупка осуществлялась по государственным контрактам у 10 издательств. В общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание. В некоторых учебных заведениях проведен капитальный ремонт. В 9 школах и детских садах ремонт пищеблоков, ремонт кровли в 11 образовательных учреждениях, прачечные окраждения в 4, ремонт спортивного зала и прочие работы. В основном это асфальтовое покрытие. В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году департаментам образования были выделены дополнительные средства. Это позволило оснастить некоторые школьные классы компьютерным оборудованием для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Итого у нас уже 100 школ на сегодня, потому что эта программа идет третий год. У нас было 50, 25, 25. На сегодня 100 школ с современными оборудованными кабинетами. Приятная новость для тех, кто в первые классы еще не зачислен. Для ребят, которые сядут за парты впервые, остаются вакантные 549 мест. Работы по подготовке к 1 сентября ведут и в бюджетных учреждениях дополнительного образования, музыкальных, художественных школах и школах искусств. В них обучается более 9 тысяч человек. Во всех учебных заведениях к началу нового учебного года готова система канализации, отопления и водоснабжения. Текущий ремонт выполнен в 21 здании. Обновлены кровли, кабинеты, лестницы, туалеты. В фойе заменено напольное покрытие. За счет внебюджетных средств приобретены инструменты, мебель, учебные пособия. Все учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Все школы обеспечены оборудованием по обеззараживанию воздуха, моющими, антисептическими, дезинфицирующими средствами. На всех объектах обеспечен питьевой режим. Обязательные предварительные медицинские осмотры сотрудников организации проводятся в соответствии с установленными графиками. Позаботились и о детях, которые в силу ряда причин не могут добраться до учебного заведения самостоятельно. В пяти образовательных учреждениях есть школьные автобусы. Общее количество учеников, которые пользуются этим транспортом, 1531 человек. Мониторинг на предмет готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году проводился в Самаре с 1 по 16 августа. По его итогам все школы города к новому учебному году готовы. Ольга Павловна, Николай Пифанов, События. Город готов к холодам на 88%. Промежуточные итоги подготовки к отопительному сезону подвели на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. В этом году плановых участков перевооружения тепловых сетей 12. Однако к ним добавились дополнительные объекты. Михаил Ермоленко узнал подробности. В этом году во время подготовки к отопительному сезону в Самаре модернизируют теплотрассы на 12 объектах. На сегодняшний день на шести из них работы полностью закончили. На участках также восстановили благоустройство. На четырех объектах работы близятся к завершению. Также службы продолжают активно трудиться на двух объектах со степенью готовности 70 и 40%. Это теплотрассы на улицах Солнечной и Маломосковской. На теплосетях собраны временные схемы подачи горячей воды, и с ней проблем не возникает. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии отметили, что сейчас готовность жилого фонда, объектов культуры, спорта и образования к отопительному сезону более 90%. Как и в прошлые годы, особое внимание уделяют теплотрассам и вскрытиям вблизи детских садов и школ. Сейчас на некоторых участках все еще трудятся специалисты, но к началу учебного года закончат работать. Поставлена задача, вопрос по школам. Все с горячей водой, все пущены. Вопрос по вскрытиям. Есть шесть адресов, где есть было вскрытие. Это мы на сегодняшний день, 29 числа, в полном объеме будем сделаны. В этом году, кроме 12 запланированных теплотрасс, добавили еще 8. Их модернизацией занимается одна из ресурсоснабжающих организаций. На этих участках уже работают специалисты. Пока точные сроки окончания работ неизвестны, объем достаточно большой. Но, как отметили в профильном департаменте, на начало отопительного сезона этот фактор не повлияет. Снабжение горячей водой здесь организуют по временным схемам, по опыту прошлого года. В данной ситуации будут собраны временно обе трубы, так как мы работали по нововокзальной. Мы начали работать от московского до этого, начали вывесили трубу, собрали две трубы, и мы заканчивали работу там в декабре. Но было полноценное отопление в данном случае обеспечено. Вот один к одному точно так же и будет. На сегодняшний день по плановым перекладкам труб на теплосетях город подготовлен к отопительному сезону на 88%. Работать закончили на таких основных крупных объектах по улицам Молдогвардейской, Самарской, Рабочий и Металистов. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. 22 августа в России отметили День флага. В эту праздничную дату сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области принесли присягу на верность Отечеству. Церемония прошла у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Всего клятву дали 17 человек. «Служу России, служу закону» – эти слова для людей, стоящих в строю, значат очень многое. Ведь принятие присяги – одно из важнейших событий в службе и в жизни сотрудников уголовной исполнительной системы. Эмоции, конечно, переполняют. Это очень ответственный день, это очень радостный день, потому что мы сегодня, так скажем, поклялись, что будем выполнять свои обязанности, будем выполнять свой долг перед Родиной. Конечно, это радостный день, это для нас праздник, для всех, для молодых сотрудников. Церемония принятия присяги прошла у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Всего к присяге сегодня привели 17 сотрудников УФСИН. На нас возложено, кроме соблюдения законности уголовной системы в целом, у нас еще и возложено социальное направление, как среди наших сотрудников и нашего спецконтингента. Мы проводим адаптацию осужденных перед этим освобождением, поэтому всегда работа с людьми, разносторонними с людьми, она всегда была сложна. Это событие для молодых сотрудников УФСИН вдвойне особенное, ведь клятву они принесли в День флага Российской Федерации. Я думаю, что для людей служивых и служивых с большой буквы сам факт того, что сегодня символично совпало и принятие присяги, и День флага Российской Федерации, это, конечно, четкий показатель. Во-первых, очень серьезного доверия к этим людям, а самое главное, что для них это очень серьезный старт в их офицерской карьере. После завершения торжественной части, по традиции, была сделана общая фотография на память. Затем все сотрудники отправились по местам несения службы. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Тем временем в одном из торговых комплексов Самары прошли показательные пожарно-тактические учения. Подразделения областного главка МЧС России отрабатывали эвакуацию из здания с массовым пребыванием людей. Действия звеньев, газа, дымозащитные службы, а также взаимодействия с персоналом условно-горячего комплекса. Как это было, увидела Светлана Тимофеева. Утром к одному из торговых центров Самары была стянута пожарная и спасательная техника. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в здании сработала тревожная сигнализация. Администрация приняла решение об эвакуации посетителей и персонала. Внимание! Пожарная тревога! Сработала охранно-пожарная сигнализация. Всем находящимся в здании срочно покинуть свое помещение через запасные и аварийно-спасательные. Пользоваться лифтом при эвакуации здания категорически запрещено. На самом деле на этот раз людям ничего не угрожало. В торговом комплексе проводились показные пожарно-тактические учения подразделений Самарского гарнизона. По вводной очаг возгорания находился около экрана. Произошло возгорание электрооборудования. Площадь пожара на момент прибытия условно составляла 50 метров. В соответствии с учетом времени площадь увеличилась до 130. Количество людей, которые заходят в торговый центр, подсчитывают специальные датчики учета посетителей. Все данные затем стекаются в службу охраны. Срабатывает оповещение в торговом комплексе и начинается эвакуация силами охраны. До 7 минут должны эвакуироваться в торговый комплекс. Все они справились, все эвакуированы. По сценарию учений в здании находятся 150 человек. 20 из них – персонал торгового комплекса. Через какое-то время поступает информация, что в кинозале еще остались люди, и пожарные отправляются на их поиск. Кроме того, эвакуация потребовалась и звену газодымозащитной службы. По словам спасателей, из-за большого количества помещений и зогнутых маршрутов торговые центры считаются одними из самых сложных объектов. Самое важное – понять, что у нас всегда присутствует при себе направляющий трос, либо линия, по которой мы действительно производим пожаротушение. То есть нам, по идее, бояться нечего. Мы, самое главное, понимаем свою задачу. То, что мы достаточно образованы, чтобы спасать людей, наших граждан с различных ситуаций. И мы это выполняем, я считаю, на 5 баллов. В этих учениях было задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. В случае возникновения реальной угрозы пожара на объекты с массовым пребыванием людей группировка будет больше. Как отметили руководители учений, все поставленные задачи пожарные подразделения выполнили. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Вопросы смены управляющей компании, горячего водоснабжения, строительства новых социальных и спортивных объектов. Вот основные темы личного приема граждан, которые провела глава Самары Елена Лапушкина. За помощью обратились жители самых населенных районов Кировского, Промышленного и Октябрьского. Какие решения озвучили на встрече в нашем сюжете. Проверить законность смены управляющей компании. С таким вопросом на личном приеме главе Самары Елене Лапушкиной обратились жители поселка Восточный в Зубчениновке. Накануне глава города приезжала к ним во двор после обращения во время прямого эфира на телеканале Самары ГИС. Выяснилось, что управляющие организации больше заняты борьбой за дома, чем исполнением своих обязанностей по уборке территории. Глава Самары Елена Лапушкина призвала руководителей компании взяться за уборку территории, а жителей в электронном формате выбрать организацию, которая доверит обслуживанию своих домов. Вопросы и по содержанию, и у той компании, и у другой компании. Своими глазами видела и понимала, что обе компании достаточно слабые. Я, с моей стороны, обращусь к прокуратуре совершенно точно. Мне не шел, я вам тоже обратиться и предоставить какие-то документы. О строительстве социальных объектов спросили жители квартала в границах улиц Печорской, Дыбенко, революционной четвертого проезда. Эта территория активно развивается, появляются новые жилые дома, и горожане обеспокоены, что действующие школы и детские сады могут быть переполнены. Глава города Элина Лапушкина отметила, что застройщик имеет обязательство по строительству новых учебных учреждений. Возможные места расположения будущих соцобъектов обсудят с жителями на следующей встрече. Застройщики, заходя на эту территорию, они идут, понимая, что на этой территории они обязаны расселить ветхие дома за свой счет. Как правило, построить детские садики, если там есть очередность, построить школу, если есть там необходимость, либо поликлинику, если там есть необходимость. То есть социальная нагрузка на них достаточно серьезная. Жители дома номер 71 по проспекту Кирова обратились с просьбой решить проблему горячей воды. В дом она поступает низкой температуры. Из-за того, что большая часть дома не заселена, вода успевает остыть в трубах из-за отсутствия водоразбора. На приеме у главы застройщики пообещали, что к середине октября проведут экспертизу и установят насосное оборудование, которое позволит обеспечить жителей горячей водой. Кроме того, жители дома задумались о смене управляющей компанией. Елена Лапушкина поручила главе района помочь жителям освоить электронный формат проведения общедомового собрания. Давайте дождемся насоса, дождемся выбора управляющей компанией. Если у вас есть вопросы по проведению собрания в электронном виде, вот у нас Данила Викторовича глава района, встречи, покажут, как зарегистрироваться, как провести и, в общем, окажутся от действия. Также жителей беспокоит дальнейшая судьба стадиона «Восход», который находится вблизи их дома. Они хотят, чтобы объект был восстановлен и благоустроен. Елена Лапушкина ответила, что обратится с этим вопросом в Министерство спорта. В чем ведомстве находится эта площадка? Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Веселые песни, задорные танцы, а главное – теплая соседская атмосфера. Большой праздник двора «Яблочный спас» прошел в железнодорожном районе Самары. Главными героями праздника стали пироги со всевозможными начинками – вишни, капусты и картофели. Их жители испекли сами. Самые яркие моменты дня в нашем сюжете. С соседями нужно дружить, уверены жители железнодорожного района Самары. На звуки музыки во дворе на улице Никитинской выходят десятки семей из окрестных домов. Здесь настоящий праздник. На детской площадке собрались все те, для кого детство – это не только отрезок времени, но и состояние души. Заняты все скамейки, а кто-то наблюдает с балкона. Такие праздники уже стали традицией. Соседи вместе отмечают и Новый год, и Масленицу, а сегодня провожают уходящее лето. Праздник этот очень хорошо встречают жители нашего дома. Они у нас вот такие доброжелательные, отзывчивые, добрые. Что бы я их ни попросила, они делают все для того, чтобы здесь было уютно. И всегда у нас праздники проходят на ура. И многие нашему дому даже завидуют. А я говорю, вы не завидуете, приходите к нам, мы будем вместе праздновать. Подвижные игры, загадки, конкурсы и детский смех. Ребята показывают свои таланты, а старшее поколение с удовольствием наслаждается теплой дружеской атмосферой. Вечер открыл ансамбль танца «Карнавал» с номером «Чабатуха». Также на площадке звучала живая музыка. Выступающих зрители поддерживали аплодисментами, подпевали и водили хороводы. Торжество всегда проходит при поддержке районной власти и депутатов. Любая инициатива жителей находит отклик, ведь только совместными усилиями можно добиться результатов. Обратная связь – это очень хорошо. Именно такие мероприятия, они как бы сплочают, все друг друга видят. Нет только передачи информации посредством сотовой связи. Идет живое общение с людьми. Мы все друг друга слышим, все друг друга понимаем, идем друг друга на встречу. За такими посиделками жители дома часов не наблюдают. Проводить время вместе им всегда в радость. Добрая традиция проведения соседских праздников станет примером для всех остальных, надеются организаторы проекта. Особенно в какие-то трудные времена. Очень важно плечо друг друга, плечо соседа, улыбки, доброе слово, которое всегда поддержат, всегда придадут бодрость духа. Ну и желание двигаться дальше, развиваться дальше, благоустраивать дальше свои дворы, делать их еще краше. Праздник завершился вкусно. Все желающие смогли ответить. Сдобные пироги с различными начинками, угоститься яблоками, конфетами и душистым чаем из самовара. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. В Самаре летний сезон военной духовой музыки близится к завершению. Он открылся еще в начале июня. Каждую первую и третью пятницу месяца для жителей и гостей города звучат бессмертные произведения отечественных композиторов и шедевры зарубежной музыки. На одном из таких концертов побывали наши корреспонденты. В этот теплый августовский вечер на площадке перед Домом офицеров сопрались десятки самарцев послушать известные и проверенные временем мелодии. Старшее поколение подпевает и танцует, резвится детвора, кто-то останавливается, проходя мимо. Татьяна и Алексей кружатся в танце. Они уже не первый раз посещают такие музыкальные вечера. Свой визит планировали заранее. Пошли работы, прибежали. Самое хорошее время – пятница, вечер, конец рабочего дня. Такая музыка прекрасная, погода прекрасная. Хочаще бы таких мероприятий. Мы бы каждый день ходили бы. Бесплатный концерт под открытым небом прошел в рамках проекта «Летние вечера духовой музыки». Их проводит Дом офицеров Самарского гарнизона и военно-исторический клуб «Бессмертные гусары» во взаимодействии с командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии. Мы в исторической форме верхом открыли этот замечательный вечер. Я, честно говоря, давно не сидел верхом. И сегодня почти 2 часа мы выходили. Я действительно счастлив. На этот раз на сцене перед зрителями выступал военный оркестр управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Самарской области под руководством дирижера майора Олега Чемоданова. Я рад дарить живую музыку каждые выходные для гостей и жителей города. Будет звучать как оригинальное произведение для духового оркестра, как эстрадное произведение, так же перерожение симфонического оркестра. Такие вечера – это продолжение традиций Самарского военного оркестра 214-го пехотного макшанского полка русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова, автора знаменитого вальса на сопках Манжурии. Настроение отличное, очень здорово, придумано, людям создает настроение. Я думаю, что людям нужно немножко расслабиться от трудовых будней, здесь прийти, отдохнуть, пообщаться, так же может даже кто-то с кем-то познакомился. Планировали свой визит, хотели послушать музыку. Просто приятно, когда такие мероприятия проходят в городе. 26 августа пройдет завершающий концерт в рамках этого сезона. Для зрителей выступит военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Варушилова. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Около сотни дзюдоистов-юниоров поборолись за медали первенства Самарской области и за шанс попасть на чемпионат Приволжского федерального округа. На зрелищных соревнованиях побывал наш корреспондент Михаил Гермоленко. Сто дзюдоистов со всех уголков региона поборолись за право называться чемпионом и отстаивать честь Самарской области на первенстве Приволжского федерального округа. В погоне за медалями сошлись юноши и девушки 2003-2005 годов рождения. Это первенство – один из важных шагов на пути к чемпионату России под дзюдо. Ежегодно у нас отбор по каждым возрастам происходит. Ежегодно. До 13, до 15, до 18, до 21, до 23 и уже взрослые. По каждому этому возрасту проводится отбор. За медали соревнований боролись как новички, так и уже именитые спортсмены. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер один Максим Костюничев в прошлом году выступает за сборную Самарской области принес региону золото на первенство Приволжского федерального округа. В этом году парень отметит крупный юбилей – 10 лет своей спортивной карьеры. Поэтому собирается как минимум повторить результат. Для этого усердно тренируется 6 раз в неделю. В этом году я понимаю, хочу повторить результат. Ну, хотелось бы его улучшить, конечно. А улучшить это как первое место? На Россию нужно поехать и выиграть там. Судьи отмечают – самарские дзюдоисты традиционно показывают хорошие результаты. В прошлом году наши спортсмены в составе сборной региона на первенстве Приволжского федерального округа принесли в копилку 3 золота, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Сейчас федерация надеется вновь увидеть лучших самарских дзюдоистов. Сначала на первенстве ПФО, которое пройдет 15 октября в Оренбурге, а затем на всероссийских соревнованиях. Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События. 2,5 тысячи спортсменов на дистанциях от 600 метров до 42 километров. В Самаре состоялся пятый легкоатлетический марафон на Кубок главы города. Его приурочили ко дню флага России. Елена Лапушкина наградила победителей и вручила призы. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Ранние старты дистанции от 600 метров до 42 километров. 2,5 тысячи бегунов приняли участие в пятом марафоне на Кубок главы города Самары. Дистанции все по центру, историческому центру Самары. Мне кажется, ребята, которые принимали участие в забеге, не просто показывали свои достижения, но в том числе и любовались нашей Самарой. Сегодняшний забег проводится накануне государственного праздника, Дня российского блага. Я вот сегодня спортсменам пожелала, чтобы наш трехолор всегда был символом победы. Спортсмены и любители приехали в Самару из разных городов и стран. Сегодня у нас уникальный марафон, потому что марафон у нас приурочен к трем знаменательным событиям, или можно сказать, да, там, первое, наш марафон, марафон на Кубок главы нашего города приурочен ко дню флага Российской Федерации. Второе, то, что наш марафон юбилейный, он проходит в пятый раз, и в этом году у нас приняло 2,5 тысячи участников, приняли участие, и с более чем 200 градов и с пяти стран. Третье событие, то, что, да, он прошел у нас очень рано, это был очень ранний забег, первый старт был в 7 утра. У нас был отдельный старт на 1586 метров, когда ребята стартовали именно с флагом. Пробежала дистанцию и делегация спортсменов из Казахстана. Мы сюда приехали на международный марафон от Самарской поучаствовать. Классная атмосфера у нас вообще. Приехали команды, 40 человек, в общем, движуха нереальная. Супер марафон, Самар марафон. Честное слово, не ожидал. Вячеслав Фадеев приехал из Тольятти. Два года назад возобновил занятия спортом, участвовал всего в нескольких состязаниях, а в Самаре решил пробежать полумарафон. Ощущения замечательные, трасса классная, организация отличная, ну и состав участника такой большой, мне все очень понравилось. Финиширует на дистанции в 21 километр и Ольга Гаврина из Самары. Приехала на соревнования вместе с супругом, но он бежит 42 километра. Это моя первая половинка, я очень счастлива, долго к ней шла. Отличная трасса, хорошая организация, супер. Спасибо, ребята. Валентину Жеребцову любимый человек встречает на финише с букетом роз. И не зря. Девушка пробежала марафон и стала третьей в зачетной таблице. Рассказывает, что бегом занялась лишь пять лет назад и сразу вышла на длинные дистанции. Бегала с первым самарского марафона в 2017 году. Это был первый старт на 42 километра. Каждый год я повторяю здесь, в Самаре, в августе. И первый раз зашла в абсолют, розеров марафона наградила кубками глава города Елена Лапушкина. Спортсменам вручили подарки от спонсоров, а бегуны, которые заняли призовые места, получили денежное вознаграждение. И хотя встать на пьедестал почетно, многие спортсмены признаются, что главное для них это победа над собой и стремление к новым личным рекордам, которые еще впереди. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова